Всем привет! В этом видео я покажу как подключить и настроить комплект охранной сигнализации Ajax. Рассмотрим, как самому оборудовать свое жилье, офис или любое другое помещение охранной сигнализации, как ее настроить и подключить всевозможные датчики. Давайте начинать! Друзья, если вам нужно восстановить удаленные данные, просмотреть или восстановить очищенную историю интернет-браузера, то в этом вам помогут программы компании Hetman Software. Перейдите на сайт по ссылке из описания, бесплатно скачайте и установите нужную программу. Запустите анализ диска. Утилиты отобразят доступные для восстановления данные и вы сможете просмотреть и вернуть их. На нашем канале и в блоге вы найдете решение любого вопроса, начиная от установки системы, ее настройки и исправления возникающих проблем и ошибок, и заканчивая оптимизацией работы мобильных устройств. Наши специалисты с радостью ответят на ваши вопросы в комментариях к роликам или статьям. Охранная сигнализация Ajax – это программно-аппаратный комплекс защиты, в котором главным элементом является централь Ajax Hub, руководящая работой установленных датчиков, движения, открытия, разбития, задымления и многих других. При тревожном срабатывании какого-либо из этих датчиков, вы мгновенно получаете на свой смартфон тревожное уведомление с информацией о возникновении потенциально опасной ситуации, а значит вовремя сможете отреагировать на нее, включить или отключить подачу электроэнергии, воды, газа, активировать сирену, вызвать полицию, службу экстренной помощи или охрану. Ссылка на магазин официального партнера, у которого можно приобрести или заказать установку всего этого оборудования, будет в описании. Это компания People.ua. У них на сайте доступен каталог с описанием и ценами. Досмотрите это видео и в конце будет предоставлен промокод на скидку в 10% на весь ассортимент магазина People.ua, включая показанное здесь оборудование. Итак, начнем с комплектации охранной сигнализации. У меня в наличии имеется так называемый Ajax Starter Kit или Hub Kit белого цвета. В его состав входит централь Ajax Hub. Это центральный пульт, который координирует работу всех подключенных устройств. Датчик движения Ajax Motion Protect, универсальный датчик открытия окна или двери Ajax Door Protect и брелок для управления охранной системой Ajax Space Control. Кроме этого, у нас имеется датчик дыма и огня Fire Protect, датчик затопления Lex Protect, а также беспроводная сирена оповещения Home Siren, а еще очень классная поворотная 4-мегапиксельная Wi-Fi камера Dahua A46. Последние четыре устройства не входят в стартовый набор, но могут подключаться к хабу и быть приобретены отдельно. Давайте разберемся, как пользоваться всем этим оборудованием, как его подключить и настроить. Начнем из Starter Kit. Основное устройство в комплекте Starter Kit – это хаб. Он будет управлять датчиками и к нему будет коннектиться интернет. Распакуйте его. Подключите к питанию и к интернет с помощью провода. Оба шнура идут в комплекте. Снизу хаба есть крышка, которая закрывает все разъемы для подключения и одновременно является крепежным кронштейном. Открываем ее. Вот два разъема. Один для интернет-кабеля, второй для питания. Подключаем провод питания в розетку 220 вольт, а интернет-кабель в срнет-порт вашего роутера или сетевую интернет-розетку, если такая у вас имеется. Чтобы включить хаб, нажмите и удерживайте кнопку включения. В результате на нем засветится световая индикация. После подключения к интернет, световой индикатор будет гореть зеленым цветом. Все, наш хаб подключен. Теперь для управления нашей сигнализацией необходимо установить на смартфон специальное приложение от производителя. Это Аякс Security System. Приложение доступно как для Android-устройств, так и iOS. Установите его и зарегистрируйтесь в системе. Регистрация стандартная. Укажите имя, email, номер вашего телефона и пароль. В результате вам на email и телефон будут отправлены шестизначные коды, с помощью которых происходит авторизация. Я уже предварительно зарегистрировался, поэтому просто войду в свой аккаунт. После входа Аякс Security System предлагает добавить к нему хаб. Без него система не сможет работать. Нажмите добавить хаб. Предлагается пошаговое руководство или возможность добавить хаб вручную. Выберите любой вариант. Я жму пошаговое руководство. Далее следуйте пунктам пошагового руководства. Включите хаб и подождите, пока логотип Аякс станет салатовым. Чтобы зарегистрировать хаб, задайте ему имя и введите ключ регистрации. Имя задайте любое удобное, например, Аякс или хаб. Ключ хаба напечатан на задней стороне корпуса, под QR-кодом. Но его можно не вводить вручную, а сосканировать QR-код. Для этого нажимаю иконку QR-кода и сканирую его появившимся сканером. После этого нажимаю добавить хаб. Все, хаб добавлен. Далее приложение просит подключить к хабу сетевой кабель. Он у нас уже подключен. Далее добавить комнату. Пускай в моем случае это будет офис. Вы можете добавить, например, спальню, склад, комната 1, 2, 3 и так далее. Можно добавить несколько. Добавить устройства. Здесь мы можем добавить идущие в комплекте с хабом или другие устройства и датчики. Но я их добавлю отдельно, так как у меня их много и мне так будет удобнее. При желании можно добавить других пользователей хаба, кроме вас. Руководство по установке я пропускаю, это отдельная история. И все, перехожу на рабочий стол. На рабочем столе приложения я вижу подключенные к нему устройства. На данный момент это только наш хаб, но также вы видите пункты «Добавить устройство» и «Добавить камеру». Именно с их помощью мы поочередно будем добавлять имеющиеся в наличии устройства и датчики. Итак, начнем, например, с датчика движения. Нажимаю «Добавить устройство». Имя назову движение. ID устройства сканирую таким же образом, как и при подключении хаба. Для этого аккуратно сдвигаю вниз заднюю крышку нашего датчика и сканирую код с наклейки. Есть. Комната. У нас одна. Офис. Но может быть и несколько. Все зависит от вашего помещения и оборудования. Группа. Пускай будет дом. Добавить. Теперь включаем датчик перемычкой на задней панели. И все, он подключен и появился среди устройств. Можно перейти к датчику движения и настроить его. В первом окне видны его текущие параметры. Чтобы изменить их, нажмите на значке «Шестеренки». Вы можете переименовать его и изменить комнату его размещения. Изменить чувствительность. Всегда активен. Если включить, то будет работать всегда, независимо от того, включена сигнализация или нет. Установить задержку сигнализирования при входе и выходе. Например, если он установлен возле входной двери. Ночной режим. Передача сигнала на сирену. Здесь также есть всевозможные тесты датчика, руководство пользователя и возможность его удалить из приложения. Выходя из меню, программа автоматически сохраняет внесенные в настройки изменения. Как он работает, думаю все знают. Установить его под потолком в нужном месте и он будет сигнализировать об обнаружении движения. Таким же образом добавляем следующий датчик. Это датчик открытия двери или окна. Добавить устройство. Имя, окно или дверь. В зависимости от того, где поставите. ID устройства. Сканирую на наклейке сзади датчика. Комната. Офис. Группа. Дом. Добавить. После этого переводим включатель на задние панели в положение ON. И видим, что наш датчик открытия добавлен к системе. Можно устанавливать его на дверь или окно. Он работает на смыкание или размыкание. То есть у нас в комплекте идет три компонента. Непосредственно датчик и два магнита. Один побольше, преимущественно для двери и поменьше, преимущественно для окна. Достаточно установить датчик и магнит на разных створках окна или двери и он будет срабатывать при их размыкании. Все просто. Обратите также внимание на разъем сзади датчика открытия-закрытия. Это разъем под выносной датчик. Такой обычно устанавливается в труднодоступных местах. В комплекте его нет, но есть штекер под него. При необходимости можно установить. У этого датчика также есть свои настройки. Кликаем на нем и видим его текущие параметры. Переходим в настройки, нажав шестеренку. Здесь можно изменить название датчика и комнату. Можно включить внешний выносной контакт. Задержку постановки или снятие с охраны. Ночной режим и активировать сирену. Здесь также есть всевозможные тесты датчика, руководство пользователя и возможность его удалить из приложения. Сработка открытия двери или окна будет выглядеть следующим образом. Хочу, чтобы вы обратили внимание на заднюю панель датчика, как открытия-закрытия, так и движения. А также всех следующих, которые мы будем подключать к системе охраны АЯКС. На задней крышке каждого датчика, который одновременно является его креплением, есть своего рода рычажок. Этот рычаг взаимодействует с датчиком снятия устройства. Датчик снятия сигнализирует вам о снятии и установке на место устройства. Об этом вам на смартфон приходит отдельный сигнал. Поехали дальше. И последнее устройство из комплекта АЯКС Стартер Кит. Это брелок для управления системой АЯКС Спейс Контрол. Это не последнее устройство в данном видео. У меня также есть датчик затопления, датчик задымления и возгорания, беспроводная сирена. И, наверное, самое интересное – это беспроводная камера. Так что не спешите выключаться обо всем этом дальше в видео. Итак, брелок для снятия и постановки системы под охрану. Добавить его к системе можно также, как и любой другой датчик. Добавить устройство. Имя – брелок. ID – устройство. Наклейка с QR-кодом брелка расположена на внутренней части коробки. Сканируем ее. Кстати, на других датчиках также QR-код продублирован на коробке. Комната – офис. Чтобы активировать брелок, зажмите одновременно кнопку в виде кружка и с буквой И. Все, брелок добавлен. Теперь, чтобы поставить систему на охрану, нужно нажать кнопку в виде кружка. Чтобы снять разорванного кружка, кнопка с разорванным кружком внутри целого – это частичная постановка или ночной режим. У брелка также есть свое меню настроек. Просмотрите, оно довольно простое. При постановке системы под охрану в приложении появляется соответствующая индикация и приходит соответствующее сообщение. При снятии также. Теперь давайте подключим к нашей сигнализации еще несколько устройств и датчиков, которые не входят в стандартный хаб-кит, но доступны в продаже отдельно и свободно подключаются к Аякс Хабу. Беспроводной датчик раннего выявления затопления Аякс Ликс Протект. Это датчик на минимальной протекании, что позволяет вовремя среагировать и устранить проблему. Он очень прост в использовании, его достаточно положить в месте возможной утечки. Крепить его не обязательно. На его нижней панели расположены контакты, которые замыкаются водой при утечке и датчик передает соответствующий сигнал на хаб. Способ подключения к хабу уже всем нам знаком. Присваиваем имя. Сканируем код. Комната. Группа. Добавить. Как и у других датчиков, у этого также есть свои простые настройки. Теперь его можно положить под ванной, умывальником или стиралкой. И сработка будет выглядеть следующим образом. Беспроводной датчик дыма и температуры Fire Protect. То есть пожарный сигнализатор. Подключение стандартное. Настройки простые. Установите датчик с помощью идущего в комплекте крепежа на потолке наивысшей его точки. Ведь именно там в первую очередь сконцентрируется горячий воздух и дым. Давайте протестируем его работоспособность. Для этого захожу в настройки датчика и выбираю тест работоспособности. Отлично. Дальше. Беспроводная сирена Home Siren. Думаю ее назначение понятно из названия. Это звук. Громкий звук для нашей системы сигнализации. Добавляем устройство. Все как всегда просто. Что у нас с настройками? Название. Комната. Громкость сигнала. Длительность сигнала. Индикация под охраной. Оповещать о постановке и о задержке. Все ясно. Давайте протестим. Постановка и снятие с охраны. Тест громкости при сработке. Отлично. По большому счету, наша система охраны и сигнализации полностью работоспособна и готова к использованию. Достаточно разместить все имеющиеся в наличии датчики и устройства в соответствии с рекомендациями производителя в нужном помещении. Но обзор и настройка нашей охранной сигнализации будет неполным без добавления к системе камеры. Тем более, что у нас такая в наличии имеется. У меня есть камера Dahua A46. Почему именно Dahua? Во-первых, это действительно хорошая камера и по качеству, и по характеристикам. А во-вторых, Dahua – это производитель, который предоставляет возможность подключения своих камер к системе AJAX с помощью быстрого сканирования QR-кода ID устройства. В остальных случаях подключение происходит с помощью RTCP-ссылки, что не всегда просто для рядового пользователя. Итак, чтобы подключить Dahua A46 или любую другую камеру от Dahua к системе AJAX, ее сначала необходимо зарегистрировать в приложении, которое предоставляется производителем и имеет название IMO. Его можно скачать и установить на любое мобильное устройство из Play Market или App Store. Детально останавливаться на том, как это сделать, я не буду. У нас об этом есть отдельное видео. Переходите по ссылке в описании и смотрите. После того, как вы зарегистрировали камеру, в IMO в соответствии с нашей инструкцией откройте AJAX Security System и перейдите в меню устройства. Выберите «Добавить камеру». ДАХУА Если нужно подключить камеру с помощью RTCP ссылки, то тогда выберите пункт «RTCP Camera». Но у меня камера ДАХУА. Меню «Добавление камеры» ничем не отличается от меню «Добавление любого другого устройства» сигнализации AJAX. Задаю камере имя и сканирую ID устройства. Имя пользователя Admin – это то, которое установлено у камеры по умолчанию. И заданный в приложении IMO при регистрации камеры пароль. Указываю комнату. Добавить. Запрос выполнен. Вот наша камера. Она добавилась. Кликая по ней, запускается ее воспроизведение в онлайн-режиме. К сожалению, настройки камеры в приложении AJAX Security System ограничены, по большому счету доступна только функция просмотра. В настройке угла обзора, записи видео, сохранение информации, слежение и графика работы доступны в IMO. Но ее достаточно настроить нам один раз и в дальнейшем можно осуществлять просмотр с помощью AJAX Security System. И специально для зрителей нашего канала. Введите в корзине оформления заказа на сайте компании People.ua промокод HATMANSoftware и получите 10% скидку на весь ассортимент магазина. Промокод и ссылка на магазин будут в описании. Вот и все. Как видите, в настройке и установке системы охранной сигнализации AJAX в вашем доме или офисе нет ничего сложного. Если у вас возникнут в процессе настройки какие-то вопросы, то обязательно задавайте их в комментариях к видео. Ставьте под видео лайк и подписывайтесь на канал HATMANSoftware. Всем спасибо за просмотр. До встречи в следующих видео.